Стоят в этот круг и бегут по кругу. Это такое быстрое, хоргосветное путешествие, поскольку все меридианы пересекаются. Именно так покоряется Северный полюс со смехом и объятиями, танцами и музыкой. Шесть дней арктической экспедиции на трех десятках фотографий. На снимках мгновения быты и отдыха. Так, например, чтобы согреться, в минус 30 ребята ежедневно играли в футбол и рэппи. В апреле в российскую команду вошли победители Олимпиад со всей страны. Семь старшеклассников под руководством опытных путешественников Матвея Шпаро и Бориса Смолина на лыжах преодолели почти 100 километров по полярным льдам. Вот этот крошечный фрагмент на карте земля, все остальное дрюфующие льдины, невидимые под снегом полыньи. Огромная арктическая льдина постоянно движется, возвращая путешественников назад. За ночь можете отбросить на 4 километра обратно, поставить палатку, да, но и проснуться где-то, я не знаю, на другом конце света, скажем так. Впервые за 9 лет в молодежной экспедиции участвовала Петербуржа. Сегодня Дмитрий вспоминает самый сложный этап пути. Полынью, кидрокостюму приходилось нырять в ледяную воду. Выбора не было. Нет, не страшно было, но в осознании у тебя говорят, что под тобой 4 километра воды, и что-то хида немножко угол. И что-то может же там какая-то еще живость живет, типа нерпу. Но ни нерпу, ни белого медведя так и не встретили, хотя на этот случай у руководителя экспедиции даже был подготовлен карабин. Ежедневно ребят ждали 8 часов пути. Столько же тратили на разбор и сбор лагеря, остальное время на сон. Вечера коротали все вместе за ужином с музыкой. Впитались сублимированной кашей, мясом, сухофруктами и самого любимого сало с шоколадом. Разумеется, нашлось время и для любви. У нас Вологодский кадет влюбился в девочку из Хабаровска. И так получилось, что после Северного полюса их разделяют просто невероятное расстояние. Мы спали рядом друг с другом, мы ели каждый раз вместе, и у нас получилась настоящая маленькая семья. Они уверены, что теперь для них нет ничего невозможного. Преодоление ледяной пустыни, говорят, ребята, это преодоление себя. Новые истории фотографии появятся в апреле. Десятая юбилейная экспедиция Министерства образования и науки уже ищет своих героев. Арктика, она того стоит, чтобы об этом мечтать. Алиса Баршакова, Сергей Смирнов, Алексей Чубка, Вести Петербург. Спасибо.